так чем моделируем моделируем ленина значит я сохранил картинку как я проще всего это вижу делаем обычную плоскость кидаем на плоскость наш значок теперь вот чтобы пропорции выровнять тут можно сделать развертку нормальным быстро этому кусочку ну так вот отмасштабировать и теперь фактически мы из этой плоскости можем вырезать по контуру наш значок то есть очертание нашей модели сейчас у нас это плоский четырехугольник но мы вот берем инструмент как который у нас да да и мы тут сейчас можем быстренько порезать это все дело вот по краям тут приходится делать посередине разрез не получается поэтому мы так по крайним точкам сейчас будем разрезать чтобы потом убрать лишнее так вот в принципе вот это уже можем удалить вообще-то он должен резать в середине может а вот сплит это мидл точно или нет нет не хочет если снеппингу брать все они режут а не то inside polygons наверное не сайт polygons даст нам то что надо надо было включить inside polygons тогда можем по центру полигона врезать конечно чтобы сделать тут правильно модель желательно все вот эти от модели эти сгибы и даже морду ленина саму от модели но это прям вообще сложно то есть полигонами никак не сделать это это либо слепить zbrush и либо можно схитрить немножко сделать вот из такой даже фотографии которую я скачал вполне себе можно сделать ну то есть как вот текстурой нормали сымитировать вот эту вот объем получается то есть тут у нас на этого ленина свет светит как бы сбоку и сверху это дает информация об освещенности дает нам возможность сделать имитацию объема в 3d вот за счет карты нормали как я показывал там на примере этого стола мы там делали нормально можно можем попробовать так сделать так ну вот я быстренько обрезал уже в принципе похоже на значок да тут можно только учебы куда ты пропал эй 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 не уходи блин так но это у нас если посмотреть на модель у нас тут один многоугольник просто получился я сделаю сейчас ему во первых был применю вот так вот чуть внутрь таким образом у нас по всему периметру есть вот этот вот зацикленный круг то есть мы можем делать вот сечения прям вдоль всей этой поверхности если добавить толщины этому значку в принципе это вот криво ну сработает через тап тут много всех вот этих вот косяков но и углы сглаживаются у нас не было задачи сейчас сделать его под сглаживание поэтому ну это все можно исправить то есть как хотя бы вот там посоединять вот так вот точки на углах таких и внутри вот тоже типа посоединять это все и получить более менее меняемую топологию всего этого дела хотя бы вот так вот как то так вот вот так вот так вот ну и дальше если прямо заморочиться поделать еще сечений дополнительных у нас в принципе даже такая модель уже через то более-менее будет сглаживаться тут еще видно некоторые косяки где желательно поделать вот это сглаживание ну в целом как бы я думаю мы можем мы можем сейчас даже не запариваться на этот счет можно просто сделать допустим на вот этот край общий одну фаску допустим допустим с двумя уровнями сглаживания и вот такой в таком виде модели оставить то есть достаточно некоторые места которые сильно угловаты мы можем еще поделать еще сечение допустим у нас куча ленина по периметру нарисовалась не очень хорошо с этим мы попробуем разобраться всю эту полоску развернем в одну линию сделаем тоже прямоугольную развертку и я просто полосой сбоку так я его далеко от центра нарисовал поэтому уезжает постоянно вот 0 так где нам не хватает скруглений мы можем это делать допустим на вот этих краях поделать фаски так вот тут вот фасочка не помешает я так делаю быстро довольно группа ну целом просто получилось более аккуратно мы это делаем не под turbo смуз то есть вот так модель как вот она сейчас выглядит так она им будет собственно рендерится поэтому нам желательно угловатость все убрать поскольку значок он достаточно маленький нам тут не надо много деталей так вот здесь еще мне не нравится вот эти вот сделать тоже пасками вот ну достаточно грубая но модель значка уже более-менее есть дальше как бы ну сделаем его вот наверно двухсторонним хотя поскольку тут есть надпись это может быть проблема но если сделать развертку инвертированно вот что я говорю вот зеркалить допустим сделать его двухсторонним вот так вот у нас получится вот здесь надпись в другую сторону чтобы этого дела не было но и ленин как бы смотрит в другую сторону то есть по-хорошему надо чтобы здесь и ленин смотрел в другую сторону и надпись была по-нормальному то есть по-хорошему нужно сделать раз на развертке два вот этих вот элемента отдельно и или даже сделать пола место с надписью и голову ленина отдельно а звезду с оконком тоже отдельно то есть это надо подумать как как правильнее это все сделать ну или или просто сделать или просто сделать вообще всю заднюю панель тупо сплошняком белой то есть у нас одна будет лицевая сторона одна задняя просто белая нам нам нужно просто показать разные материалы на лицевой поэтому с этим мы сейчас вот заморочимся придется маски отрисовать а ну да да кстати верняк точно так значит для у нас тут чуть развертка поломалась из-за того что я надел фасок сейчас мы это исправим значит лицевая хорошо но вот некоторые участки с фасками не вошли в эту основную почему-то они вот тут отдельно собрались надо их по пришивать теперь обратно сейчас мы выключим тут текстуру вот эти вот по отрывались куски и вот эти так тут пришил есть тут вот еще по отрывалась что так ну и и ну я использую здесь все те инструменты, которые я вам уже объяснил. Я вам рассказывал по поводу пришивания вот этих всех. То есть вот у меня команды есть вот там stitch selected, там да вот когда вот у меня по сути был кусочек ювишки оторван и я фактически все, что я сделал я его пришил вот на место. То есть когда я выбираю края, вот у нас есть сейчас модель еще раз вот есть модель, вот есть один кусок юви, вот есть второй кусок и вот здесь как бы видно, что этот кусок он оторван просто от этого нужно его вот сюда обратно пришить. Для этого вот я использую, выделяю грани, те которые на модели здесь присоединены подсвечиваются синим. Вот клавиша Y у меня делает вот это пришивание собственно ювишки. По shift Y оно пришивается с перемещением в нужную сторону. Я это все рассказывал на уроке и как бы если вы пересматривали, то вы это все должны знать. То же самое вот здесь я делаю, вот просто сшиваю все эти элементы, дальше выделяю целый кусок, поскольку здесь получилась деформация небольшая. Выделяю весь кусок, нажимаю P, то есть релакс наш. И применяю релакс вот на несколько итераций для того, чтобы вот здесь вот деформация, которая образовалась, вот без релакса. Вот с применением релакса у нас деформация развертки уходит. Вот. Это все на самом деле если, ну, у нас есть отдельный урок касаемо работы с юви. Вот я сейчас просто в ускоренном режиме делаю то, что я вам объяснял, что вам нужно на практике самим пройти. А с релакса нужно переборщить? Это уже на твердых дел с релакса. Если там сложная модель с разными изгибами и алгоритм подобран не очень правильно, то этот релакс там может перекрутить модель, как попало и будет проблематично. То есть надо логически разделить модель на такие участки, которые в теории должны хорошо растянуться в плоскости, тогда применять релакс, тогда от него проблем не будет много. Так, вот я сейчас исправил небольшую проблему с юви, теперь надо зашить нам обратную сторону. Опять же делаем мы этот миррор, который дублирует модель. теперь надо сшить вот эту область швов. Я тоже опять-таки показывал, как все это делать, я сейчас делаю быстро, просто чтобы мы успели побольше сделать. Мы там разделили храни, да? Склеиваем там, да? Да, то есть, ну мы первое, что я сделал, я сдвинул эти края в одну, в одну линию, да, теперь через Alt-1 я превратил вот выделение, у нас сейчас обе грани выделены, через Alt-1 я превращаю выделение в точки, и дальше Shift-M команда, Merge Vertices, которая по расстоянию склеивает все точки, которые вот лежат одна на одной. То есть, это вот в ускоренном темпе. Можно было мышь клинапом это сделать, да. Просто вот у меня такой способ, который вот мне нравится больше. Так, ну вот, сделаем его достаточно тоненькую. В принципе, нам не обязательно внутреннюю сторону делать двойной. только сейчас ее надо развернуть еще раз эту полоску. Вот так вот. И вот так вот. Так, и теперь заднюю сторону. лицевая у нас остается, задняя сторона, мы ее отмасштабируем меньше, и сделаем тоже тут в углу. Ну, в принципе, конечно, у нас там, ну, мы не будем фактуру металла какую-то там делать на заднюю, она просто будет металлической, поэтому там размер на текстуре не обязательно большой для него. То есть, в принципе, ну, вот эта модель значка мне более-менее нравится. я бы еще вот тут фасочку добавил. Немножко вот так вот. Так. То, что она не состоит полностью из четырехугольника, в данном случае нас не особо беспокоит, потому что нам, у нас нету такой необходимости. Я думаю, с моделью этого будет достаточно. сохраним проект. Так, теперь, теперь это все дело, вот у нас есть модель, у нас есть развертка, экспортируем нашу модель для работы в 3D-кооте. Экспортируем в BG. Так. Делаем. Так, у нас тоже важно, кстати, вот размер размер нашей текстуры, блин, она еще и не совсем прямоугольная, я это тоже что-то не учел. Сейчас, подождите-ка секунду. Тут вроде по пропорциям, а, да, поскольку я чуть-чуть провтыкал, и у нас значок получился сплюснутым немножко. Почему так получилось? Потому что вот картинка, которую я скачал из интернета, она прямоугольная, она не квадратная. А здесь она, вот, если включить отображение, она сплюснулась, получается, в квадрат, и у нас весь значок получился вот тоже немножко с плюснутым. То есть, вот сравните то, как он здесь выглядит, как он выглядит здесь. Вот, если так посмотреть, здесь он более вытянутый, как бы, и даже по пропорциям звезды это заметно. Ну, мы можем... мы можем банально на самом деле сделать... сейчас как бы правильно это сделать. То есть, у нас можно, конечно, просто отскейлить, допустим, модель вот так вот, и она будет в нужных пропорциях, подогнать на класс. Но мне не очень нравится такой способ, я хочу сделать правильно, поэтому я сделаю следующим образом. Сделать нужно из нашей текстуры вот этой прямоугольник, точнее, квадрат. Вот, в фотошопе мы сделаем canvas size, вот тут вид 1370 на 1600. Мы сделаем вот здесь 1600 на 1600. Вот так вот. Теперь у нас квадрат это сохраним. Теперь вот нам мода скажет, что у нас обновилась картинка, сделаем reload image. Вот здесь у нас обновилась она. И теперь видно, что вот модель чуть-чуть шире стала, то есть, текстура не влазит. Что мы можем сделать? Теперь мы можем отмасштабировать нашу модель, но здесь нужно включить вот эту вот штуку sleep UVs. И теперь, когда мы масштабируем, у нас расположение текстуры не меняется, хотя, правда, с UV-шкой происходит караул. Нет, так не пойдет. Делаем иначе. Так, как мы делаем? Мы делаем... А! Нет, все правильно, все правильно. делаем сначала масштабирование с вот этим sleep UVs, чтобы подогнать пропорции. Правильно. Вот так вот где-то. А теперь, теперь, здесь просто нужно применить релакс, поскольку у нас произошла деформация с этой моделью, если мы применяем релакс вот этот, то он аккуратненько все вот, всю деформацию, которая у нас случилась, поправит. смотрим, чтобы у нас все ложилось так, как надо. В принципе, вот тут края не все попадают, конечно, может чуть-чуть отмасштабировать всю эту развертку, чтобы края чуть-чуть залазили. Вот так вот. Вот так мне больше нравится. так, ну в принципе, в принципе нормально. Здесь вот чуть-чуть даже высоковато залезло, можно поднять немного. Можно даже вот так вот руками править, там, если она чуть-чуть деформируется, это не так страшно. Так, вот теперь пропорции значка хорошие и уже с этим можно работать дальше. Вот эта штука тоже, поскольку чуть деформировалась, применим релакс к этой штуке тоже. Задняя сторона. Так, вот теперь модель хорошая. Делаем еще раз экспорт и уже исправленную версию в наш Ленин Бэйдж. И размер текстуры тоже желательно, чтобы он был от 1600 на 1600. Это не совсем хороший размер текстуры нужно, чтобы он был кратным, то есть 1024 либо 2048. Но поскольку если увеличиваем мы в качестве потеряем и сделаем размер текстуры 1024 и сохраним, чтобы здесь, когда мы создаем новый проект с этим нашим бэджем, мы вот здесь могли и текст вид хайд поставить 1024. Так, все остальное нас устраивает. Вот у нас есть бэджик, даже какая-то текстура, а, оно даже экспортировало прямо с текстурой. Поскольку я экспортировал в бюджей, он автоматически тоже подтягивает материал, и у нас уже сразу применилась тут эта текстурка. Так, теперь, что нам надо сделать? Нам нужно сделать по-хорошему, вот если проанализировать, да, какие у нас тут есть материалы, у нас есть красная краска на вот этом вот элементе, у нас есть золото по всему ободу, и на морде Ленина, на надписи тоже, и у нас есть вот блестящий такой красный материал звезды, то есть у нас три материала, и вот на фоне надписи у нас та же самая краска, которая в этом, в пламени, у нас есть три материала, нужно сделать логическую разбивку на эти три материала для текстуры, для того, чтобы сделать в 3D коате это разными текстурами, с разными свойствами отражения, бликов и так далее. Проще всего, можно конечно отрисовать это все дело в 3D коате, но лично я бы делал это все в фотошопе, именно логическую вот эту вот разбивку. Сейчас я еще покажу прикольную тему сходу, как допустим превратить информацию с этой картинки в объем. у меня у меня есть отдельная программа называется Crazy Bump и она умеет делать такие штуки, то есть делать из картинок карты нормалей. Только блин, она сильно большая, я один доберусь до кнопок, черт побери, как мне это сделать? А ты елки-палки. Лень. Вверху тащить нельзя, сейчас попробуем. Не, это правый угол. Так, ну, угол. Тут не, оно с этих не тягается. Может, блин, чертов этот самый. Сейчас мы попробуем поменять разрешение, просто, чтобы добраться до кнопки. Тут тоже нету этого масштабирования. А, кстати, в таком разрешении тоже вполне себе можно работать. Правда, я не знаю, как... Не, тут сильно все мелкое, прям. Очень мелкое. Ну, мы сейчас быстро сделаю я всю историю. Так, Open Photograph. Десктоп, линии. дюбег. Так, вот тут нам предлагают два варианта на выбор. И вот смотрите, что получается. То есть, проанализировав эту фотографию, картинку эту, оно делает, вот можно поиграться с настройками, делает объемную репрезентацию в нормалях. Если вот посмотреть на вот этой превьюшке, что у нас получается. Тут можно вот крутить свет, то есть, какой объем оно вытащило из этой вот картинки. Оно, понятное дело, не совсем вот прям аккуратно и хорошо, точно так, как на этой самой медали. Там тоже не все хорошо. Цена не отличная. Да, да. На самом деле, вот для наших потребностей, я думаю, нам будет этого достаточно. Тут вот если поиграться с этими параметрами, можно получить вполне себе пристойный результат. Ну, вот этот я бы сделал поменьше. Вот так. Тут, кстати, вот есть регулирование. Вот. И оно достаточно на самом деле вот красиво получилось. То есть, вот для объема и даже надпись там выдавило и в принципе неплохо. Интенсивность можно только убрать. Ну, вот как-то так. Вот. Теперь копируем наши нормали Save Normal to File. Сохраняем. Вот у нас получилась такая текстура. Ну, да, да. Ну, так в этом как бы невозможно сделать все в одной программе. Просто по факту. У меня очень много там. Я раньше, допустим, когда я работал в 3D Max я для развертку модели я делал в отдельной программе, потому что это было удобнее. Вот, теперь я могу, допустим, импортировать эту карту нормали в наш 3D-код. И у нас тут уже появился этот самый объем. Сейчас я правда посмотрю правильно ли он ну, вроде как правильно работает. Да, да. То есть уже как-то получился вот значок даже с каким-то объемом. нам не нужно это все вымоделивать. У нас вот есть микрообъем за счет нормали. Вот. Теперь осталось дело за малым. Ну, конечно, вот там, где голова, там по-хорошему надо все-таки сделать ее более выпуклой и так далее. Ну, на данном этапе я не буду сильно на этом заморачиваться. Сейчас нам надо сделать разделение теперь по материалам и вот это разделение я бы рисовал все-таки в фотошопе именно ну, просто этими инструментами, которые здесь я это сделаю быстрее. Поэтому так и сделаем. Быстренько модель звезды выделен. Так. Ну, тут сейчас сделаем так. так. Значит, вот этот элемент это у нас будет красная звезда. Вот так, масочка. теперь фактически надо сделать выделить вот этот красный материал, где пламя с вот этим фоном под надписью. А все остальное золото это как бы весь остальной материал. и Ленина вырезать тоже из этой звезды надо. Сейчас мы сначала вырежем Ленина по-быстрому. Так. 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 есть. И то же самое делаем с нашим пламенем. Ну, как сказать. На самом деле для портфолио я бы его делал более основательно все-таки. Это я в процессе работы не восприимчив к юмору. Да, да. По-хорошему его надо лепить в ZBrush чтобы прям Ленин был объемный. Я когда-то на самом деле делал взял заказ на фрилансе когда я еще нигде не работал в офисе пытался найти какую-то работу взял заказ на фрилансе на лепнину то есть вот так в плоскости там какой-то вытянуть объем я уже не помню чего там какая-то машина по-моему была или что-то такое я как начал браться за эту работу я с ужасом понимаю что я тупо не могу это сделать потому что это очень сложно вылепить вот так вот как вылепить в плоскости этого днину у меня ни хрена не получалось вообще не ну кстати да я пробовал и заброши что-то сделать но это очень сложно у меня нифига не получалось потом пробовал как-то полигонами это сделать и тоже ни хрена не получалось так что это было сложновато да 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 он умеет достаточно неплохо надо сказать так сейчас тут нам надо как-то с этим текстом вырезать его так а ну-ка ну кривовато сейчас придется поправить местами ну в итоге я сделал там косо криво и он сказал типа ты что прикалываешься ну это вообще как бы никуда не ходиться и слил меня так он там что-то заплатил денег потом пришлось ему назад отправлять деньги потому что я тупо не смог сделать работу но такое тоже случается довольно часто не ну блин все-таки большинству заказчиков нужен результат и с этим никуда не денешься от этого ну короче я тоже тут все достаточно быстро рисую сейчас вот каждую буковку по-хорошему надо тут каждую букву аккуратненько вычищать или вообще делать текстом но я делаю быстро поэтому будет чуть-чуть ну да да ну я бы делал если уже по-хорошему я бы нашел какой-то подходящий шрифт сделал это все здесь в фотошопе отдельным шрифтом и это было бы правильно так теперь вот я тоже как бы ну я сейчас мы по фотошопу не проходили функции я тут все это делаю по-хорошему тоже это надо уметь делать для того чтобы какую-то работу выполнять в 3d этому тоже надо учиться все эти инструменты которые используются может нам стоило бы даже посвятить фотошопу какой-то урок ну все да не все ну да ну все равно как бы там некоторые инструменты которые я тут сейчас по-быстрому использовал неплохо объяснили что они делали я просто сейчас вот выбрал формат быстренько сделать в таком активном процессе чтобы не останавливаться на каждом своем действии да более эффективно сделать мне кажется это хороший формат то есть можно пересматривать и потом самому пытаться разобраться что там как сделалось или пытаться повторить все же это не в ускоренном темпе повторить это можно каждое действие здесь записано ну короче пусть будет пусть будет хотя бы так то есть вот у нас фактически есть три две маски я нарисовал быстро маска на вот это пламя и на вот этот элемент звезды все остальное у нас золото теперь сохраняем с прозрачностью эти две маски вот одну и вторую или даже не так мы даже можем сохранить все это дело сейчас вот базовый слой удалим и вот эти вот слои вспомогательные вот у нас есть два слоя сохраняем отдельно это все в псд как ленин лейерс псд и теперь в 3d код можно импортировать прям слои по-моему сейчас импорт или сейчас узнаем можно не по избежке что-то вроде как-то можно было импортировать или а вот лейерс колор о лейерс колор импорт да ленин лейерс псд вот получается что тут у нас лейер сейчас ленин ага вот у нас один слой подгрузился это у нас будет ред 1 а вот это будет стар так все у нас получается есть у нас есть текстура с которой которая изначально ленин мы ее под низ положим есть вот это вот то что мы отрисовали причем тут круто что вот у нас уже карта нормальный дает нам какой-то микро объем то есть вот это вот слой отвечает за звезду и вот этот за это заполнение вокруг все остальное по сути нам нужно сделать золотом то есть мы создадим отдельный слой золота выключим пока нашу текстуру с которой мы все отрисовывали вот получается все остальные элементы которые сейчас есть вот правда наверное не все вот этот кусочек я забыл закрасить и вот этот сейчас мы их закрасим здесь в вот этом брэд 1 сделаем вот этим цветом и вот этим инструментом мы закрасим вот эти уголки еще еще так вот так вот вот два тут конечно ну в принципе в принципе пойдет вот теперь у нас вот есть два слоя и базовые которые будет у нас золото там делаем сейчас первым делом сделаем материал золото вот у нас тут есть даже браз но этот браз вполне покатит на наше золото окружен окружен нужен для этого дела поэтому соглашаемся чтобы мы прочитали окружен вот и смотрим значит что у нас получается у нас тут еще есть какой-то полосатая фактура у этого золота что нам в принципе не очень нужно поэтому мы можем отредактировать этот материал попробовать убрать это вот этот слой scratch наверно нам дает эти полоски вдоль или нет значит этот базовый а тут везде эти лайнс будешь от текстуры ладно тогда нам этот материал не пойдет мы сделаем иначе тут должно быть какое-то золото о вот это золото вроде по прикольному но темная правда они в принципе не особо попробуем его сделать более светлым или даже вот это вот это мне нравится больше попробуем просто цвет сделать немножко ярче немного другого оттенка вот так вот сохраним так и нормала здесь нету и зальем просто весь этот слой нашим золотом вот у нас получается такая история все-таки даже какой-то норму есть куда это это я не учел у нас на карте нормали там надо выравнить то есть смотрите в чем прикол сзади у нас такой вот есть неровности такие она в принципе прокатывает как бы пожеванный типа значок но откуда это все взялось это вот взялось нашей карты нормали а именно если посмотреть сейчас сейчас да 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 вот этой текстуре у нас же развертка задней части в этом углу и в этом углу у нас вот если присмотреться тут тоже она наделала вот этого всего микрорельефа и вот в чем прикол вот если я кривые вот так вот сделаю чтобы более подробно рассмотреть этот банк у нас вот я же поскольку делал текстуру более квадратной там вот были были черно-белые такие рельеф да вот здесь на полоске его нету то есть что мы можем сделать мы можем либо подвинуть ювишку нашу чуть сторону чтобы у нас по всей задней панели будут этот вот микрорельеф либо здесь на текстуре убрать вообще вот все вот это все вокруг можно сделать просто вот вот этот кусочек скопировать его подвинуть чуть-чуть в сторону то есть вот если посмотреть на то же самое то есть вот я фактически продублировал чтоб закрыть тот угол недостающий можно точно также еще вот так вот вниз да да края чуть-чуть подчистить вот то есть так я у кого этот за шифровал теперь все это дело объединим сохраним и нам нужно теперь вот карту нормали нашу подгрузить заново у нас теперь этого шва нету и все равномерно и красиво так это есть теперь как бы наши вот эти слои с цветные они тоже стали блестящими то есть ну блин объем ленина мне конечно тут вообще не нравится он такой вышел пожеланный она так как бы прикол в чем если мы используем нашу текстуру вот эту то все красиво но это ж типа имитация золото да и она плоская вот эти все блики не будут играть и мы не можем это оставить если мы хотим сделать именно золото вот таким вот а с золотом ленин выглядит конечно ужасно и ну тут уж не знаю как быть наверное все таки наверно наверно все таки а как же лучше это сделать можно конечно убрать рельеф с ленина но тогда или что-то не я придумал я придумал как можно сделать это дело мы сейчас сделаем дополнительный объем ему на лицо ну да вот где сейчас вот этот весь шум вот на ненужных участках от него надо избавиться и выдавить как бы всю форму немножко вот вперед попробуем быстро это сделать значит во первых ну можно можно мы кстати так и сделаем я сейчас попробую для начала немножко почистить ему лицо от прыщей да в тех участках где нам не нужен этот весь шум там есть какие-то там волосы допустим ну не знаю на участке лица не знаю что из этого получится может что попало попробовать стоит там вот так вот салбат вот еще тоже вот это все дело затереть вот то есть у нас получается как бы вот морщины да разгладились да нос еще тоже хорошо будет поправить прикольный урок получается с решением не нравится так вот допустим и ну сейчас проверим как у нас с этим будет так уберем норму ну стало получше стало ощутимо получше да помолодел теперь в целом выделить весь контур как мы это можем лучше сделать наверное наверно наверно так сделаем еще вот здесь отдельный слой с именно с головой зарисуем эту голову то есть вот вот такой вот похоже немножко на это да так вот так сохраним еще раз эти слои теперь по новой тут импортируем так вот у нас есть теперь этот слой значит 2 3 точнее 1 2 у нас уже есть нас не интересует вот 3 это слой ленина и теперь надо по вот этому слою нарисовать объем попробуем это сделать сейчас для начала я бы его все таки залил чем другим цветом вот тут первым рейхи материал нет цвет и рефил вот так все остальное пока выключим включим